Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня будет казахская кухня, жайма или по-другому, тесто с мясом. У меня говядина, просеянная мука, растительное масло, протёртые помидоры, лук, капуста, зелень, грибы, куриное яйцо, соль, сахар и перец. Наливаю растительное масло. Грамм, может быть, 200-150. Первым делом обжариваю грибочки. Красота! Жарим. Грибочки обжарили, прябили, золотистую ковечку, грибля, обратите внимание, какие красивые у нас грибы. Перекладываем. Добавляю в казан лук. Обжарю лук, а затем буду добавлять мясо. Можно капусту нарезать кубиком. Я нарезаю соломкой и потоньше. Мясо кидаю не кучкой, а вот таким образом выкладываю. Почему? Всё-таки нагрев в казане вот в этом у меня небольшой, но я хотела бы, чтобы мясо немножко обжарилось. Кладу по стенкам казана. Нагрев на данном этапе должен быть прям на максимум хороший. Грибы немножко поперчу. Подсолю. Добавлю зелень. И грибы пусть ждут своей очереди. У меня, правда, здесь грибов немного, но тем не менее, всё равно аромат грибов в блюде присутствовать будет. Мясо обжаривается хорошо. Нормально. Добавляю сюда перчик. Соль. Добавляю 500 миллилитров протёртых помидор. Столовую ложку сахара. Всё хорошо перемешиваю. Закрываю крышечку. Так как мясо у меня нарезано крупным куском, готовлю где-то час-час двадцать. Нагрев с девятки делаю на семёрку. Друзья, в мясо можно было добавить нарезанные помидоры. Но, так как сейчас не сезон, и помидоры сейчас кислые, а вот эти протёртые помидоры у меня сладкие, то есть сезонные. Как я делаю? Замораживаю помидоры, достаю с морозилки, кипятком обдала, шкурку сняла и натираю просто на тёрке. Можно нарезать кубиком. 600 грамм просеянной муки. Одно куриное яйцо. Чайная ложка соли. Две столовые ложки растительного масла. Маслом тесто не испортишь, тем более пельменное. Друзья, перемешиваю. И начинаю выводить воду. Друзья, вот такое у меня получилось тесто. Мягкое и эластичное. Обратите внимание, супер! В общем, кладу в пакет минут на 10. Делю на две части. Друзья, обратите внимание, вот тесто полежало немножко в пакетике, да? Клейковина какая стала хорошая. Мне нужно раскатать тесто тонко-тонко-тонко. Стараюсь. Этот рецепт я увидела в интернете. Мне он очень заинтересовал. Но вот в этот рецепт я внесла своих, так сказать, 5 копилек. Буду добавлять грибы. Ну что, можно было и болгарский перчик добавить, но у меня его нет. Первым делом я обжаривала грибы. И грибы маслу выделили свой грибной сок. Затем я обжаривала лук, мясо. В общем, друзья, будет вкусно. Еще будем добавлять капусту свежую. Капуста свежая тоже придает блюду свой неповторимый вкус. Тесто я раскатала потоньше. Виднеется рисунок на скатерти. Добавляю растительное масло. Вот здесь растительного масла жалеть точно не нужно. Кстати, масло растительное можно заменить растопленным сливочным. Беру петрушечку и присыпаю. Можно использовать любую зелень. Кинзу, укроп. Теперь мне нужно тесто нарезать на ромбики. Друзья, ну я не знаю. Хотела бы, чтобы получилось. Добавляю растительное масло. Не слишком туго. Вот. У меня все готово. Идем на плите. Мясо готовится час двадцать. Проба на соль. Вот у меня, обратите внимание, друзья, в казане маленькое-маленькое побулькивание. То есть мясо не на сильном нагреве готовилось, а на минимальном. Обратите внимание, сколько по жидкостям. Жидкость в казане есть, так как сейчас все у нас будет здесь готовиться на пару. Так. Что я делаю? На грибочки я выкладываю капусту. И на капусту я буду выкладывать наши вот эти трубочки. Друзья, почему? Так как все-таки у нас здесь очень много помидор, я бы не хотела, чтобы трубочки немного покрасились. Немного совсем ее присолю. Одна тарелочка. Это у нас первый слой трубочек. Друзья, ну у меня же есть еще одна партия. Поверх этого теста выкладываю вот эти трубочки. Как получится. Все готовится на пару. Закрываю крышечку. Нагрев плиты на средний. Готовим 40 минут. Рулетики готовятся 45 минут. В общем, друзья, блюдо у нас полностью готово. Нагрев уменьшаю. И начинаю выкладывать рулетики. Затем я все буду перемешивать. Смотрите, как хорошо выкладываются рулетики. Даже ничего и не привлекло. Вот что значит. Мы хорошо их смазывали растительным маслом. Вот этот шедевр кулинарии убираю. Добавляю сюда зелень. Вот так в узбекскую тарелочку я положила рулетики. Теперь хорошо перемешиваю капусту, грибы и мясо. И выкладываю в центр. Друзья, какое у нас получилось шикарное блюдо. Обратите внимание, тесто с зеленью и мясо, грибочки, капуста. Блюдо не только вкусное, но и оригинальное. Так, давайте попробуем вот этот рулетик. Так, смотрите, рулетики, да? Разламываю. Какой интересный внутри. Как хорошо тесто сварило. Смотрите, и раскручивается. Почему? Потому что мы же его хорошо очень смазывали растительным маслом. Говядина, кстати, получилась как тушенка. Распадается на волокна. Почему? Потому что мы ее готовили больше двух часов. Берешь рулетик, гвядинку и кушаешь. Готовьте вместе с Еленой казахскую кухню жайма. Не только вкусное блюдо, но и очень интересное. Пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok